Вот уже 20 лет девиз компании «Гидроинжстрой» – воду людям, ведь основа их деятельности – это работа по созданию и обслуживанию автономных инженерных систем на частных и промышленных объектах. Созданное в 1993 году предприятие разрослось до масштабов страны. Сейчас оно насчитывает шесть филиалов в разных регионах России. Мы из маленькой буровой компании выросли в довольно приличное, серьезное предприятие, которое имеет несколько подразделений. За это время у нас открыто несколько дополнительных офисов по работе с заказчиками в центре Москвы. У нас есть собственная производственная база, которая обеспечивает нас необходимыми материалами в процессе производства работ. Есть подразделения, токарные участки, сварочные участки, которые позволяют нам собственными силами решать вопросы технического снабжения в кратчайшие сроки. Непременно впереди «Гидроинжстрой» ждет еще много свершений. И благодаря слаженной и оточенной работе руководства с коллективом у предприятия получится оставаться бессменным лидером в своей сфере деятельности. Хотел бы пожелать не останавливаться на этом, идти вперед, ну и давать людям воду. Это то, что указано в слогане компаниями. Своё 20-летие руководство «Гидроинжстрой» решили отметить не просто праздничным фуршетом и поздравлением сотрудников. Для работников этого предприятия на первом месте стоит продуктивная работа. Поэтому в свой день рождения они организовали конференцию Российского геологического общества по вопросу состояния георазведочной буровой техники и импортозамещению. Мы посмотрели материально-техническую базу гидроразведочного строя, увидели современные буровые станки. И безусловно, у этой организации есть будущее. Мы сегодня послушаем перспективы развития этой организации и какие шаги за или против импортозамещения они будут делать в связи со сложившимся сегодня нашим состоянием. Российское геологическое общество, я думаю, окажет посильную помощь этой организации на благо всех нас. В ходе мероприятия руководитель Российского геологического общества наградил наиболее отличившихся представителей общества нагрудными знаками. Мы хотим от имени Российского геологического общества вручить Сергею Евгеньевичу Приткову медаль за заслуги в геологии, поблагодарить его за многолетнюю эффективную платформую работу и пожелать всего самого... Юлия Погосян и Адам Елена Кошелева. Видное ТВ. Юлия Погосян и Адам Елена Кошелева. 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 Продолжение следует...